Спасибо вам. Потому что было много рассказов, много об этом говорили и наши лекторы, и Анна Константиновна. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, мы с радостью на них ответим. Ариф Незович сам проходил курсы Ольги Николаевны Выговской, которая сейчас будет показывать активизацию пациентов в пределах постели, перемещение и одевание с использованием технических средств, и имеет опыт сам перемещать пациентов. И, соответственно, он тоже этому обучает медсестер. И продолжает обучаться. Коллеги, уникальная возможность задать вопрос. Не стесняйтесь. Добрый день, Алтайский край. Как можно медсестре попасть к вам на работу? Так же, как и в любое другое медицинское учреждение. Первый хоспис, ну, может быть, там есть единственное отличие, да, то есть сразу мы на работу не берем. Кандидат на работу проходит двухнедельную стажировку. То есть он знакомится с работой хосписа, мы знакомимся с человеком, и через две недели приходим к общему мнению, да, то есть подходим ли мы человеку и подходит ли человек к нам. Вот. Ничего экстраординарного, все, все как и везде. Может быть, еще кто-то хочет задать вопрос. Используйте возможность. Хоспис Тюмень. Так, хотелось бы узнать, сколько у вас пациенты находятся, прибывают, сколько там. У нас нет четкого регламентированного срока пребывания в стационаре. Срок пребывания определяется из разных факторов, будь то, как общее состояние и социальная обстановка в семье. Есть ли кому ухаживать, возможности к уходу, возможности нашей выездной службы помогать людям на дому. Сроки очень разные. Кто-то приезжает там на неделю подобрать обезболивающую терапию, подобрать противорвотную терапию. Как только достигается удовлетворительный результат, человек выписывается. По практике от недели, ну, до бесконечности. А сколько у вас койко-мест? Тридцать. То есть они могут лежать до бесконечности? Поближе к микрофону очень плохо слышно. А остальные будут ждать, да, вот тридцать койко-мест. Это очень мало? Да, согласен, мало. Но мы недавно объединились, то есть все хосписы Москвы теперь называются первый московский хоспис. Поэтому в данный момент в распоряжении не тридцать койко, а двести сорок. И уже можно работать. Пребывание у вас абсолютно бесплатное? Абсолютно. Понятия платных медицинских услуг, любых, в хосписе нет. Еще сзади девушки интересуются зарплаты медицинской сестры у вас. Ну, вы знаете, это все-таки тайна. Есть сотрудники из первого московского хосписа. Об этом можете в кулуарах с ними пообщаться. Спасибо. Но тарифная сетка единая по городу. То есть нет каких-то дополнительных стимулирующих выплат и прочего. Все так же, как в других государственных учреждениях Москвы. Добрый день. Саратов, Центр повышения квалификации работников здравоохранения. А можно узнать такой момент, каков источник финансирования... Бюджет города. Бюджет города Москвы. То есть вы работаете вне системы ОМС, а статус учреждения просто... Бюджетное. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Спасибо большое. Понимаете, почему не работаем по ОМС? Нет стандартов популятивной помощи. В системе страхования. Скажите, пожалуйста, а как у вас ведется документация воезной бригады? Существуют ли амбулаторные карты или какие-то стационары? Мы бюджетное учреждение. Соответственно, и документация у нас вся регламентирована. На каждого больного заводится амбулаторная карта. Карта амбулаторного больного. То есть с первичным осмотром врача и далее с динамическим наблюдением. Как со стороны врача, так и со стороны медсестер. На месте, на визите это все заполняется. Здравствуйте. Будьте добры, не подскажете ли вы, первый московский хоспис, я так понимаю, для больных города Москвы. А областные учреждения вы с каким-то взаимодействуете? Бывают у нас областные из Московской области. Данная категория идет по направлению департамента здравоохранения, то есть города Москвы. Люди пишут обращение в общественной приемной, и дальше департамент спускает разрешение на госпитализацию на конкретного пациента. Скажите, пожалуйста, кто направляет? Районные онкологи. Онкологи. А к вам попадают другие хронические больные или только онкологические? Сейчас пока только онкопациенты. Почему? Система палеотивной медицины в городе развивается довольно-таки активно. По Москве, в частности, уже много отделений палеотивных в составе многопрофильных больниц. То есть не онкологически, как правило, ориентируется на эти отделения. Можно, да? Здравствуйте. Центр палеотивной медицины. У нас такой вопрос. На 30 человек в хосписе у вас, на 30 коек, сколько в сутки работает сотрудников? Я имею в виду медсестер, санитарочек? На 30 человек дежурная смена. Значит, они разделены у нас на два поста. На каждом посту медицинская сестра, младшая медицинская сестра и отдельный человек в процедурном кабинете. Два человека на 30? Два человека на 15? На 15 человек в сутки. На два поста. На каждом посту два человека. Всё, спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, внутривенная инфузионная терапия у вас в хосписе приветствует? Нет. Вообще нет? Вообще нет. Спасибо. Внутривенная инфузионная терапия в палеотивной медицине должна быть строго рекламентированной и по строгим показаниям. Но это, как правило, не хосписный этап, это этап палеотивного отделения. Категории пациентов в палеотивных отделениях и в хосписах разные. Давайте начнём. Время подошло. Значит, первое. Немножечко отойдём от формата лекции к формату мастер-классов. И начинаем мы с темы активизации пациента в пределах постели. Перемещение, одевание, используем технические средства. Выговская Ольга Николаевна. Коллеги, кто сидит на дальних рядах, пересаживайтесь поближе. Это надо видеть, это не надо слушать. Итак, уважаемые коллеги, то, что мы вчера с вами на лекции обещали, вот у нас сейчас появился пациент, статист. Вчера, когда я читала лекцию о лечении пролежней, я вам говорила о том, что мы с вами все дружно забываем о всяких кругах, которые подкладываем. Это, пожалуйста, пациент занимает своё место. Я говорила о том, что снятие с давления таким жёстким методом, это очень и есть правильно. Вместо того, чтобы мы улучшили кровоснабжение в ту область, как в зоне риска, мы с вами, наоборот, создаём искусственное ишемие. На сегодняшний момент в Европе очень широко используется укладывание пациента с помощью одеял или специальных валиков. Что это нам помогает? Но согласно нашему приказу, профилактике пролежней, мы должны пациента своего двигать как? Через сколько мы должны, ТВЗР? Каждые два часа. Но я не знаю, будет корректно или некорректно попросить, кто через каждые два часа двигает пациента. Поднимите руку. Хвала вам и честь. Но я не завидую вашим пациентам. Пациент имеет право на отдых. Пациент находится под обезболиванием, а вы каждые два часа его ворочаете. А не проще ли уложить так, чтобы пациент лежал подольше, для того, чтобы у него была возможность отдыхать, и для того, чтобы вы не истощались от монотонной работы. Вот всё то, что я даю, показываю, я всегда говорю, идти нужно двумя параллельными линиями. Первая линия – это улучшение качества жизни пациента и улучшение условий медицинской сестры или ухаживающего персонала. Если читать наш приказ по профилактике пролежней, то он совершенно односторонний. И поэтому всё то, что я сегодня буду показывать, это, конечно, для пациента, но, наверное, в большей степени для вас. Для того, чтобы... Вот сегодня вы увидите эту техническую часть, хотя вы на сайте фонда, значит, вот этот сайт «Палиативная помощь», вы там увидите цикл лекций и видеоматериал, как укладывать. Но для того, чтобы научиться укладывать, всегда тот, кто укладывает, должен побыть в положении укладываемом, для того, чтобы понять, как это действительно всё происходит. Сейчас я вам покажу положение пациента на спине с помощью одеяла. Ещё, если вот эта методика с Германией, методики привезены, иначе она называется положение гнезда. Вот сейчас попробуем изобразить гнезду. Я буду громко говорить. Для этого нам необходимо или расслаблено хорошо. Простите, а мы можем вывести на экран картинку? Давайте чуть правнее поставим. Нет, там будет... А, нет, просто половина зона. Можно тогда? Итак, для этого нам необходимо обычное синтетическое одеяло, холофайбер. Ну, и пригодятся нам подушки. Сейчас я начну показывать, пока можно без меня. Скручивается одеяло. Валика. Затем мы пациента поворачиваем на бок. Мог пациент не администрировать. Хотя, в принципе, в принципе, говорить о том, чтобы пациент нам помогал, даже пациент, который находится не в контакте, не коммуникабельный, а ослабленный, по крайней мере, чтобы он понимал, что мы делаем, то обязательно мы им говорим. Пожалуйста, Татьяна, давайте повернёмся, ну, то есть коммуницируем обязательно. То, что я вчера говорила, молча мы не разговариваем с пациентом односторонне. То есть мы предлагаем обязательно помощь самого пациента. И если такова имеется, мы её хорошо всегда воспринимаем. Переворачиваем. Самая главная фишка здесь, что когда мы обворачиваем одеяло, мы должны создать определённый капюшон. Итак, таким образом... Не уходите, пожалуйста. Таким образом, мы за счёт толщины одеяла мы создаём давление, уже мы снимаем давление с поясницы, с подлопаточной зоны, с поясницы мы совершенно спокойно проходим. У нас голова, получается, за счёт капюшона в подвешенном положении. И сейчас дальше перейдём к укладыванию рук и ног. Что важно для укладывания ног? Прежде всего, мы должны здесь соблюдать две профилактические вещи. Это профилактика контрактур и профилактика пролежней. Или уже имеющиеся, если есть пролежни, мы тоже должны с вами совершенно правильно уложить. Для этого мне необходимо... Несколько вариантов я вам сейчас похожу. Есть вот такие вот удобные просто сапоги, имеющиеся. Они на меховой основе, под углом 90 градусов мы их используем. Пожалуйста. Мы их одеваем именно липучками наружу, чтобы не было травматизации. Очень плотно ногу укладываем под углом. Это мягкая основа, которой, если вдруг будет отёчность ног, отёки будут проходить, мех остаётся сухой. И также здесь мы видим, сейчас нам приподнимет Таня ногу, мы видим чёткую фиксацию под углом 90 градусов. Вот если мы будем укладывать всех так пациентов, мы с вами исключим контрактуру суставов, так называемая конская стопа. Какие выигрышные варианты? Во-первых, это тёплый мех. Всегда, даже если текут ноги, будет нога сухая. Это раз. Во-вторых, у нас нет провисания. Таким образом, что тёплая нога, мы усиливаем кровоснабжение. Если у нас имеется пролежний или профилактируемый, мы как раз усиливаем кровоснабжение. Такие вот простые вещи. Но нет у нас, допустим, с вами на сегодняшний день сапога. Мы можем использовать обычную подушку. Многие из нас были в пионерских лагерях, да? И, наверное, помнят вот это вот положение подушки. Пилоточка. Укладываем в эту пилотку стопу. Очень хорошо подтягиваем для того, чтобы здесь не было провисания. Очень удобно, чтобы напряжения не было. И в таком положении находится тоже выигрыш на стопа. Если две подушки мы можем сейчас с вами одеть. Во-первых, ноги будут разведены, что очень важно для пациента, который длительное время находится в постельном режиме. И стопа будет то же самое. Она будет в тепле. Будет фиксация под углом 90 градусов. И, в общем-то, не составляет особо никаких затрат. Но если вдруг по какой-то причине у нас имеется раневая поверхность, если имеются у нас отеки, которые сквозь ткани проходят, жидкость, этот вариант не подходит, потому что это будет все мокро. И ни в коем случае не надо в этот вариант подкладывать сорбирующие пеленки. Это все будет греть и преть. То есть это уже изыскиваем другие варианты, если у нас есть с вами отеки. Я вам покажу буквально новинку. Я ее увидела на сегодняшний день. Я ее видела раньше, но вот в руках трогаю тоже первый раз. Наверное, Павел, вы подойдите, покажите, как ее точно... Это одноразовая вещь, которая используется при лечении пролежней. Я уже видела их за границей. Очень часто используют в клиниках. Она имеет под названием одноразовая, но я не знаю, сколько у нас можно их пользовать. Мы еще не пробовали. Первый раз нам привезли образцы. Первые. То есть укладывается... Она надувается, фиксируется. То есть это как раз тот вариант. Если есть у нас проблемы, мы можем ее менять. Значит, посмотреть надо, как они в работе, насколько... Ну, вот, по крайней мере, это одна из новинок. И еще вы привезли валики. Павел, покажите, пожалуйста. Валики, которые помогают укладывать пациента тоже в положении. Они разные. По надуванию. Тут вот постарался, Павел, сильно надул. Ну, наверное, все-таки нужно поэтапно его поменьше надувать, да? Ну, попробуйте, Татьяна, поднимите ноги. Насколько будет удобно, я думаю, не очень, да? Удобно, удобно. Ну, мне кажется, не очень удобно, потому что как-то... Ну, вы знаете, всегда нужно попробовать. Это первое, что вот только его надули 15 минут назад. Но я не думаю, что это было бы прям просто пристроиться какой-то, выбирать вариант. Всегда мы крутим, моделируем любую вещь, которую мы приобретаем. Мы всегда как бы используем в нескольких вариантах. Но вот, тем не менее, по крайней мере, вы должны знать, что такие вещи одноразово уже появились на нашем рынке. Все, пожалуйста, Павел, заберите. Сейчас я вам покажу положение косое, положение на боку укладания пациента. Чем больше моделируется одеяло, чем больше он имеет объем, тем нам легче. Иногда можно даже смоделировать два одеяла одновременно. Вот это одеяло побольше, это одеяло побольше. Сейчас попробую с ним. Все то же самое, делаем валик. Я специально положу спиной пациента к вам, для того, чтобы вам легче, больше было понятно. Плотно, плотно, плотно подгибаем одеяло. Еще в таком положении мы немножко должны развернуть бедра и плечо. В таком положении у нас пациент, во-первых, ноги тоже мы укладываем. Это может быть плоская какая-то подушка. Пожалуйста. Если у нас имеется это фиксирующий сапог, то одевается фиксирующий сапог. Итак, таким образом мы снимаем основное давление с крестца, с поясницы, с лопатки. То есть за счет чего? За счет того, что пациент у нас находится на одеяле в подвешенном состоянии. Он как бы вот в колыбельке здесь. Положение головы укладывается в зависимости, как пациенту удобно. Как правило, высокое положение головы не очень удобно для пациента. Если мы его укладываем с вами на ночь, то, конечно, положение вот примерно должно быть. Какие основные правила? Пациент должен находиться в одной плоскости. Вот если я сейчас... Мы таз оставляем на месте, Таня, чуть-чуть плечо на меня. То есть вот если сейчас вот в таком положении таз сюда, а плечи мы повернули в другую проекцию, конечно, очень быстро мышцы напрягаются, уставать бы. То есть в одной проекции. Сейчас покажу положение, которое называется косое положение, боковое, на большее перекатывание на живот. Наоборот, назад. Значит, здесь мы укладываем вот так одеяло, наоборот. Рука пациента укладывается под прямым углом, немножко согнутая. Делаем поворот пациента на себе. Я думаю, очень знакомое всем такое положение, да? Вроде и не на животе, и в то же время уже не на боку. Как раз вот когда у нас с вами проблемы есть в поясничной, крестцовой зоне, мы можем так уложить. Обязательно ноги всегда то же самое выкладываются на один уровень. Что мы еще смотрим? Вот здесь у нас колено уперлось, поэтому мы колено должны немножечко подтянуть на себе, таким образом, чтобы оно нависало колено, не касалось колено. Вот примерно вот такое положение. То есть вот в этом положении у нас пациент может лежать 2 и 3 часа, и 3 с половиной, но наша задача подойти в какой-то момент и поменять положение руки, и рычаг давления у него изменится. То есть нам не нужно его особо двигать, вертикализировать. И, в общем-то, если у нас пациент находится под обезболиванием, какой смысл? Мы сейчас его будем постоянно крутить, вертеть. Мы его только укололи, он заснул, а мы должны через 2 часа его разбудить. Ну вот что касается укладки. Сейчас я хочу вам показать то, что касается непосредственно работы медицинской сестры, как мы будем с вами активизировать пациента в пределах постели. У меня будет тут вот помощник Павел. Наиболее часто встречающаяся проблема у нашего пациента, когда у нас пациент сполз в кровати. Наши с вами действия, мы можем применять очень много вариантов. И в интернете, если кто когда-то интересовался, наверное, видел, вплоть до того, что коллега, который подтаскивает пациента, тоже залазит на кровать. Поэтому сейчас я вам покажу способ, которым вполне свободно может любую массу пациента справиться один человек. Значит, Павел мне сейчас приготовит простынь. Мы сейчас покажем вам вариант, когда масса пациента, ну, будем так говорить, за 100 килограмм. То есть, как мы будем подкладывать под него простынь. Если масса небольшая, тело 80-90, мы совершенно спокойно, и если пациент может у нас поворачиваться на бок, мы укладываем это просто необычным способом, без особых, с помощью поворота и подкладываем. Если всё-таки масса тела большая, мы сейчас покажем, как делаем этот способ мы. Скользящая простынь складывается по длине пополам. И мы сейчас её с помощником свернём. То есть, вот так складываем в ролик эту простынь. И затем её вот таким вариантом подкладываем просто под ноги. Сейчас, пожалуйста, дайте. Сейчас, вот видите, вот этот вот ролик, да? Мы должны его развернуть под пациентом, да? Сейчас вот Павел, наверное, встанет вот так с этой стороны и покажет, как мы это делаем. Одной рукой мы фиксируем эту простынь вот с этой стороны, чтобы было камере видно. И мы ещё раз покажем с другой стороны, да? То есть, один лидирующий всегда стоит. Сегодня за лидера буду я. На счёт раз, два, три мы просто выправляем под пациентом нашу простынь. За счёт того, что простынь скользит, она легко совершенно, значит, выправляется. Сейчас есть два варианта, которые, Павел, вы поможете мне, пожалуйста? Вы фиксируйте. Если пациент у нас относительно активен и может разогнуть... Мы сейчас подушку положим и подголом. Пожалуйста, Татьяна. Если пациент может разогнуть ноги, то единственное, что мы просим, мы фиксируем стопы, пожалуйста, Павел. А пациенту говорим, не спешат они, пожалуйста, никаких резких движений. Ну вот, она уже тренирована. Она просто расправляет ноги, да? То есть, коленные суставы. Если пациент не может или уже сформирована контрактура, мы просто... Павел, покажите, я уже буду говорить. Мы просто поддерживаем её и скользящим, не поднимающим движением мы просто скользим. Значит, это может любой из вас попробовать подойти, пожалуйста, из зала. Кто желает, подойдите. Коллеги, не стесняйтесь. Ну давайте, подходите. А то вдруг вы подумаете, что мы его накачали, натренировали до этого. Друзья, смелее. Пожалуйста. Пожалуйста, подойдите с этой стороны, коллега. Как вас зовут, Дмитрий? Ваша задача, Дмитрий, взять вот так вот аккуратно пациентку и взять под голову подушкой. И просто катить её. Просто не трогаем. Сейчас, минуту. Ваша задача, Катерик? Ваши ощущения? Ну, очень легко. Только у нас таких простыней нет. Мы сейчас всем выдадим, подходите. Сползай. А вы что, куда мы должны подходить, так вот? То есть мы с двух сторон, я просто постепенно захотим, да? Да, да. Пожалуйста, попробуйте, коллега. Значит, захватывайте за бедра и маленько под голову берёте. Ваша задача – катить. Как ваши? Легко. Легко, да? Это совершенно можно сделать свободно. Но я прошу учитывать, чем масса тела больше пациента, тем больше скорость движения его сюда. Поэтому всегда, при большой массе тела, всегда можно подстраховаться второй подушкой вот сюда положить, чтобы он головой не стукнулся в подушку. Если есть кровать, которая может иметь наклон, да? Сейчас уже многие хосписы, палеотивные отделениями, тогда не надо даже её и двигать. Она просто скатится, сделать наклон к голове, она просто скатится на этом матрасе. То есть очень просто, очень легко. Понятно? Сейчас мы покажем. А? Вопрос. Сейчас, сейчас. Если эта ткань лежит на простыне, точно так же она будет скользить? Вот вопрос не понял. Нет, вот здесь, например, эта ткань, скользящая, она находится на матрасе. Нет, она на простыне. А, на простыне. Да, здесь простынь. Нет, у нас она застеленная кровать. Всё, всё, всё. Да, мы сейчас будем менять простынь. Ну, так, ещё вопросы? Да, вот сейчас переходим к следующему. Трапу убираем. Значит, делается это всё очень просто. Нет, нет, нет. Да, ну, это есть, да, мы уже тебя подняли. Ещё один вопрос. Здравствуйте, извините. А потом простынь убирается, да? Мы сейчас убираем её. Обратите внимание, да? Значит, дальше мы проталкиваем эту простынь под поясницу. И таким лёгким движением, как будто вы не вот тянете, да, очень лёгким движением, никакого не резкого напряжения. Вы очень легко вынимаете её. Только, пожалуйста, никаких резких движений, потому что, если вы резко будете двигать, может получиться ожог на коже. Мы же с вами понимаем, что пациент у нас в костюме. Вот так очень просто, очень легко всё это можно сделать. Понятно? Вопросы по этому элементу есть? Да, пожалуйста. Из какого материала состоит этот простынь? Значит, я сразу вам хочу сказать о том, что нужно покупать специализированные простыни. Никакой материал не заменит вам эту простынь. Использование имеет место быть парашютный материал. Но здесь разница какая? Парашютный материал, он имеет сверху напыление скользящей поверхности. Здесь сама нить такая. Поэтому, конечно, сила трения, которая будет там и здесь, это будут две большие разницы. И такой лёгкости вы не почувствуете. Так, ещё. Под названием сейчас минутку. Давайте по самой технологии. Да, это совершенно спокойно обрабатывается и стирается в обычной машине. Без отжима. Так, ещё. Если нет, мы давайте покажем один таких из вариантов, когда нам нужно поменять простыню пациента, который находится в положении на спине, и возможности повернуть на бок у него нет. Да? Есть очень много таких проблем, когда случается. Сейчас мы попробуем это сделать. Для этого нам нужно будет две скользящие простыни размером. Ну, самые оптимальные 140 на 2. Мы берём такие простыни, они универсальные, самые удобные. Итак, мы берём эти по длине простыни. Делаем такой, знаете, ролл, бутерброд или как это можно назвать по длине. И мы сейчас вот обычную стандартную простынь, которую нам дали. Для того, чтобы было удобно, Павел, давайте поменяемся. Нет, вот с этой стороны. Итак, внизу простынь скользящая, в средине у нас обычная простынь. Ну, всё это делать, конечно, чтобы на постели эти простыни по полу не валялись. И берём вторую, точно такую же по размеру простынь, и берём за край. Сейчас натягиваем с ним. Простынь может быть размером больше, пошире, ничего страшного. Самое главное, чтобы они были в натяг. Натянь, пожалуйста. Вот, вот такая вот струна должна быть, да? И дальше мы вот так вот поправляем. Так, Павел. Сейчас я выправлю, да? Так как она скользящая, очень легко моделируется. Значит, Павел, пожалуйста, встаете, натягивайте на себя. Прямо, прямо встаете. И опять мы скручиваем с вами вот такой вот. Она выправится. Не верит. В принципе, она будет скользить, она хорошо выправится. И так мы складываем такой же ролл. В натяг, большую не берём. Павел, смотрите, как у меня размер. Хорошо, я подстроюсь под вас. Плотно. Поправляем. Здесь уже навес идём. Я думаю, достаточно будет. Всё то же самое. Подгладываем под голову пациента. Подплечит она дальше. Вот этот край мы плотно фиксируем одной рукой. А второй, вот этот вот ролл, просто аккуратно на счёт месте мы двигаем. Сейчас, пожалуйста. Плотная фиксация. Раз, два, три. Раз. Дальше. Два. Три. Итак, сейчас у нас он оказался на таком бутерброде. Мы вот это вот то, что свежее заправили, поднимаем вверх. И нам сейчас нужно снять... Господи, это кто же так постарался? Ну, есть, конечно, женщины в русских селениях, да? Выправляем. Выправляем. Сейчас мы делаем вот это вот то, что мы скручивали. Мы прижимаем плотно сюда, а нижнюю простынь мы с помощью на счёт. Раз, два, три. Аккуратненько будем поэтапно, не резко выдвигать. Раз. Ещё раз. Два. Ещё раз. Итак, таким образом мы убрали с вами грязную простынь. Затем нам нужно с вами убрать нижнюю скользящую простынь. Так, до пояса. Раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Затем заправляем нижнюю простынь, как и положено. Пожалуйста. Ну, стандартная наша российская простынь, поэтому что-то закрываем, что-то нам не хватает. Сейчас нам задача сверху, мы вместе с Павлом протянем до поясницы, затем мы снизу тоже протянем простынь до поясницы. И так же, как нево, так аккуратненько вынимаем простынь. У нас пациент оказался на перестиленной кровати. То есть, не имеет значения, какая была масса у нашего пациента, тем не менее, мы это с вами сделали. Следующий вариант мы с вами, ну, мы покажем сразу одевание, а потом вертикализация. Да, пожалуйста. Извините, я не слышу. А если на кровати был противопролежневый матрас, она будет... Не имеет значения. Не имеет значения. Не имеет значения, скольжение будет обязательно. Ещё вопрос. А можно задать вопрос к статисту? Вот, он может честно сказать, когда вы, ну, перемещали крязную простынь, так называемую, чувствовал ли он что-нибудь? Нет. Ну, частично в области, может, ягодиц там. Ну, то есть, частично всё-таки вы... Нет, ну, совсем никаких ощущений у пациента не может. Мы же двигаем. Скольжение идёт простыни, да, но она не меняет от этого простынь объём. Она, естественно, будет всё равно прокатываться. Для того, чтобы это понять, нужно лечь на место статиста. Спасибо. Нет, я вам серьёзно говорю. Для того, чтобы понять, как легче и аккуратнее работать, и где бывает болезненная ситуация, где неудобно вы себя почувствовали, когда вы лежали, тогда вы сможете избежать этого варианта, когда будете работать вы. Но тут главное избежать, мне кажется, трения смещения. Ещё раз. Избежать трения смещения. У вас трения, как раз то, что мы говорим о профилактике пролежни, у вас трения об тело не будет. У вас предохраняет скользящая простынь. У вас тело трения, скольжения не будет. Ну, а всё равно это же объём, он вынимается, естественно. Спасибо. А ещё вопрос. Если та простынь, которую мы меняли, мокрая, скольжение... Не имеет значения, будет тоже так же хорошо скользить. Только та, которая нижняя уже будет, она сразу в стирку пошла вместе с той простыней. Сейчас мы оденем нашего пациента, нам необходимо, мы пообещали нашему волшебному пациенту, за хорошее поведение он пойдёт у нас гулять. Поэтому, значит, мы сейчас попробуем нашего пациента одеть на улицу. Ну, раз у нас пациент немножко активен, да, мы сейчас покажем вариант, как мы эту простыню укладываем просто обычным путём, как мы стелим, перестилаем обычную кровать. То есть, вот как вы её заложите, несколько вариантов, это уже выбирайте сами. Здесь просто не складывая простынь пополам, мы просто по длине её немножко так компонуем, чтобы нам удобно было её. Пациента поворачиваем на бочок, для этого мы берём, сгибаем колени, рука обязательно идёт сюда, это рука параллельно телу. И никаких резких движений, посмотрите, значит, ни в коем случае не за колено, не тянем локоть, мы используем с вами здесь метод рычага. Мы поворачиваем с вами таз и автоматически поворачивается у нас, соответственно, плечо. Если объём пациента небольшой, то, в принципе, назад поворачивать не надо, мы легко его выкатим. Сейчас мы в середине вот эту простынь вытягиваем вокруг в объёме. И оборачиваем её всю простынь. То есть, как бы мы обернули ноги? Лучше, конечно, удобнее вставить немножко ноги до этой самой, в штаны. Берём за резинку или пояс, только её нужно всегда расправить. И на счёт раз, два, три мы подтягиваем вверх. Таким образом, то есть, легко одевается, мы поправляем, но мы с вами чётко должны знать, что размер одеваемой одежды для пациента лежачего должен быть ровно на два размера больше. Сейчас мы вынимаем отсюда. Ну, Павел, наверное, один управится. Так, вот с этой стороны, чтобы было видно. Аккуратненько вынимается эта простынь скаляющая. До поясницы, и опять под поясницей она легко проходит. Я вот с этой стороны потяну. Выдаём на Павла. И Павел аккуратненько её вынимает. Поправили брюки. И переходим к одеванию кофточки. Для этого мы складываем поперёк нашу простынь. И конца, свободными концами она идёт к головному концу. Также подкладываем под подушку до плечей и дотягиваем до поясницы. На счёт раз, два, три. Вот скольжение самой простыни идёт совершенно легко. То есть пациенту ни ощущения нету вот этой вот простыни. Подушку вынимаем. Кофточку берём так вот. Сейчас, подожди, Павел. Значит, кофту берём вот за нижнюю часть. И таким образом расправляем. И вставляем между простыней. Между простыней. И поправили, расправили. И на счёт раз, два, три. Протягиваем её до поясницы. Так, давай я с той стороны встану. Затем. Начинаем одевать ту руку, которую у нас, если у нас есть какие-то проблемы с рукой, парез или больная рука, начинаем с больной руки. Пожалуйста, одевайте с своей стороны. Затем я беру со своей стороны. И аккуратненько вытягиваем из-под кофточки всё. До поясницы. И верхнюю часть. Подушку под голову сразу можно положить. До поясницы опять. И я протолкиваю совершенно спокойно туда и вытягиваются. Уголочки застёгиваются, замочки застёгиваются. И пациент у нас готов к гулянию. Всё это выправляется обязательно, аккуратно делается. Вот у нас. Теперь нагулялся, мы с вами раздеваем. Здесь мы с вами уже делаем... Раньше мы делали, когда одевали эти концы. Здесь, а здесь всё с точностью наоборот. Понятна техника, да? Протолкиваем. Подожди. Снимаем кофточку. С одной стороны снимаем на руках. Ну и снимаем со второй. Нам поможет пациент. Он почти уже активен. После прогулки. Затем вот этот вот второй конец мы подгибаем под этот. Для чего мы это делаем? Вот сейчас второй конец. Для того, чтобы на кофточке есть швы, замки и пуговицы. Когда мы будем сейчас проталкивать кофту, чтобы мы не поранили кожные покровы. Держим две простыни внизу и на счёт раз-два-три осторожно, плавно к шейным рукам. Вот. Затем приподнимаем, фиксируем голову. Вынимаем кофточку. Пожалуйста. Всё то же самое. Можно вверх подтянуть здесь. Сейчас мы с вами снимем брюки. Павел, брюки снимаем. Самый интересный момент. Просто с этой стороны. Всё точно так же под пациента загоняем просто. Мы сейчас давай в натяг проработаем. С одной. Ноги приподняли пациенту, под ним положили. Но так как масса тела нам позволяет, мы просто пойдём в натяг. Раз, два, три. Ещё. Раз, два, три. Здесь наша задача. Вот эти концы завернуть за края брюк. Видите? То есть я заправила в брючину их. Павел, вот, чтобы с этой стороны. Понятно, да? Для того, чтобы и так же пройти по пояснице. И везде мы заправим. И точно так же делаем заворот по... По вокруг. Для того, чтобы, когда брюки у нас сейчас будут скользить, они имели трение не с одеждой, а именно с простыней. Так. Раз, два, три. Дальше мы с нами. Ну, вот так вот достаточно всё просто. Элементарно. Но для того, чтобы этим овладеть, можно немножко порепетировать. Вот здесь есть у нас слушатели, которые проходили это обучение. Вот я вижу несколько людей. Можете спросить. У них встаньте, пожалуйста, кто проходил обучение по этим. Так, ещё в зале. Вот ещё. То есть вот эти люди, они владеют этой техникой. И можете сюда кто-нибудь выйти и рассказать, насколько у вас это получается, насколько долго это нужно вам было обучиться этому. Добрый день. В прошлом году я прошла обучение. Я старшая сестра отделения палиативной помощи. По возвращении в отделение мы написали рапорт главному врачу о том, чтобы нам закупили средства, которые облегчают работу медицинских сестёр. Нам закупили четыре скользящих рукава. И три у нас очень активно в ходу. Сначала, как всегда, как всё у нас, было некоторое сопротивление среди сестёр, что это дополнительные какие-то усилия. Потом, когда поняли, насколько стало легче и насколько меньше физических усилий нужно для того, чтобы перемещать пациентов, особенно большевестных, при помощи этого оборудования, теперь у нас активно используется. Спасибо. У нас осталось 7 минут, поэтому мы сейчас покажем вам. Павел будет показывать, я буду объяснять. Значит, прежде всего, помните, мы говорили о вашей собственной безопасности, поэтому эти повеса – это одна из необходимых вещей, которая должна обязательно находиться в медсестре. Во-первых, здесь два варианта. Вариант один – это ваша собственная безопасность, нагрузка с вашего позвоночника. Во-вторых, пациент не будет хвататься за ваше тело, а есть здесь специальные такие ремешки. Значит, в зависимости, кто как привык. Вот многие девочки, и вот Павел, он сразу одевает, он на бёдрах ему удобнее. Некоторые фиксируют это на поясе, кому как удобно. Значит, посмотрите, здесь на поясе есть вот эти вот ручки. Повернитесь, пожалуйста. Для чего эти ручки? Для того, чтобы… Павел, выйдите сюда. Когда ещё вас задом попросят покрутиться на сцене? Посмотрите, повернитесь так резко. Это как раз те ручки, за которые должен хвататься, иначе пациент будет браться за вас. У нас, помните, мы говорили, есть своя приват-зона определённая, мы не каждого можем допустить, чтобы, значит, это был контакт. Здесь вообще по-хорошему два варианта. Второй вариант мы можем одеть на нашего пациента. Будешь одевать на пациента? Нет, не будет, сопротивляется, ладно. Итак, сейчас он покажет, что самое сложное при вертикализации. Павел, вы работаете, если что, я вас поправлю. Самое сложное, что при того, чтобы посадить пациента? Это самое сложное, конечно, снять ноги. Вот когда мы с вами стоим с постели, задумайтесь, да, вначале мы с вами переносим ноги, потом сами. И сейчас то же самое, так как пациент у нас немножко ослабленный ещё, но у него уже показана вертикализация. Значит, вот этот вот пояс накладывается для того, чтобы легче было пациенту и персоналу сдвинуть, он накладывается на колени, потому что если пациент у нас ослабленный, у него согнутся ноги, где? В коленях он упадёт. Поэтому вот этот накладывается пояс. И сейчас, значит, Павел будет поднимать. Самое главное, никаких резких движений, всё это плавно. Мы просим пациента, чтобы головку он к себе прижал, и скользящим движением, скользящим поясом мы просто снимаем аккуратненько эти ноги, да? То есть не поднимая, а скользя по кровати, потому что если поднимать, это достаточно большая масса тела. Посадили пациента, всегда стоим рядом с ним для того, чтобы он не упал. Нужно опустить кровать. Ну, я вам сразу скажу по секрету. Кровать нам досталась примерно как простынь, на завязках она не спускается. Всё-таки опустится, а потом поднимется, да? Ну, мы её минут 20 поднимали. Но всегда нужно спустить так, чтобы... Вот, спускать, оказывается, значительно легче. Итак, сейчас посмотрите, обратите внимание на положение. Во-первых, ноги стоят чётко на диске. Положение ног Павла. Это положение одна совершенно упорная нога, вторая опорная. И посмотрите, положение. Предлагается пациенту зафиксироваться. Пациента руками держат снизу. И просят пациента опереться и встать. Вот. Что теперь самое сложное? Переступить пациенту, правда? Вот, чтобы развернуть. И, как правило, медсестра подтягивает его и поднимается. Теперь Павел поворачивает просто своей ногой диск. Пациент поворачивается. Ноги. Он не упадёт. У него ноги зафиксированы. В коленях он не согнётся. И вот теперь он посадил пациента. Знакомая картина. До конца пациента мы с вами не посадили. Для этого есть специальные пояса, которые сейчас... Коврик или пояс. Я даже не знаю, как это правильнее назвать. Подстилка. Тоже вариант хороший. Но это если у нас она имеется. Если у нас не имеется, мы это делаем всё значительно проще. Пожалуйста, Таня, на краешек сети. Теперь я делаю очень просто. Я наваливаю пациента, фиксируя пациента со своей стороны, поворачиваю на бок. Что я делаю? Я массу тела сняла. Вот этой вот массы тела уже нету. Я двигаю эту часть. Затем я вновь перекатываю массу тела. Сбедра сняли и пододвинули. Это можно использовать и на постели, и на кресле. Ну, ввиду того, что у нас время ограничено, мы, в общем-то, основное показали, что мы хотели. Сейчас я бы хотела ваши вопросы. То, что вот такое вот у нас есть. Да, ещё временные вопросы? Да, буквально 3-5 минут. Да, пожалуйста, вопросы. Всё понятно? Ну, будет ряд вопросов. Да, пожалуйста. Ну, цена вопроса, я затрудняюсь ответить. Павел, ну, около 5 тысяч. Это простой? Да. А пояса? Простой? Пожалуйста. Ну, весь атрибут практически в пределах 4-5 тысяч. Не так дорого для бюджетных учреждений. Где закупать? Ну, на самом деле, это вопрос уже больше к экономистам учреждения. Ваша задача, как практиков, как людей, работающих в поле, грамотно составить техническое задание. Ну, вы знаете, у нас 3 года они, и ничего им не делается. У нас ещё первые простыни, сейчас вот идут они подшитые, имеют уже окантовку. Наши простыни просто были обрезные. И, в принципе, их, по-моему, обжигали, Таня, да? По краям. Таня, обжигали, когда ремхались простыни? Да. То есть, вот единственное, что у нас были не подшиты, сейчас это уже всё идёт. То есть, мы очень плотно работаем с этими производителями. Мы говорим о своих проблемах, о своих задачах. Они очень быстро перестраиваются под нас. Поэтому, вот здесь не должна быть во главу угла ставится цена вопроса, здесь должна во главу угла ставится ваша безопасность. Если вы сорвёте спину и не выйдете на работу, я думаю, что за 2 дня начальник может окупиться у него эти простыни, комплектации. Самое главное, чтобы вы не были немыми, чтобы вы могли прежде всего постоять за себя и потребовать, что вам это необходимо. У вас в должностных инструкциях есть у вас права и обязанности. И в обязанности, там есть по секрету вам скажу большого, что есть обязательство администрации обеспечить вас всеми средствами, необходимыми для работы. Вот насколько вы отмотивируете это своему главному врачу, главную сестру притащите и покажете, как это волшебно. Ну и в общем-то всё. Я вас всех благодарю за то, что я 2 дня вас тут упорно мучила. Спасибо, что вы меня слушали. Благодарю вас за внимание. И в конце я хочу пожелать вам всем успеха, здоровья и вам, и вашим семьям. Всего доброго. Спасибо.